Работы на канализационно-насосной станции в микрорайоне Эковидное являются предметом пристального внимания. А потому на рабочую группу традиционно собираются местные жители, общественники, представители депутатского корпуса. Модератором мероприятия выступил главный инженер предприятия Видновское ПТОГХ, который и озвучил положение дел в настоящий период. Мы на прошлой неделе в среду осуществили, начали оптно-промышленную эксплуатацию, сушили пуск КНС и пустили в работу. При этом мы отработали до воскресенья, до того момента, когда, как вы знаете, в микрорайоне Купеленко было отключение электроснабжения. В связи с этим планируется подключение стационарной электрической станции, чтобы в будущем избежать проблем с отключением электроэнергии. Тот период, который проработала фактически неделя КНС, нам дал уже некоторую информацию для ее проработки. То есть есть ряд замечаний, которые мы сейчас и в оперативном порядке устраняем, и также совместно с МР-групп прорабатываем более комплексные мероприятия. Какие именно мероприятия проводятся на канализационно-насосной станции, собравшимся рассказал представитель инвестора проекта по возведению КНС. У нас сейчас вопрос с запуском вентиляционной установки в сухом помещении. Мокром она запущена, туда, куда непосредственно стоки поступают. И вопрос сейчас в настройке установки дробления мелкого, среднего мусора. Денис Борисов также рассказал, что на этапе завершения находится благоустройство прилегающей территории. Часть ее будет благоустроена по программе инициативного бюджетирования. Это нашло поддержку у депутатов городского округа. Планируем в осенний период сделать посадки и подготовить данную территорию. То есть это вот та часть, которую в прошлом году мы на рабочей группе обсуждали. То есть по нему уже есть конкретные результаты, деньги все есть. То есть в этом году, я думаю, работа будет завершена. На рабочей группе было озвучено, что запуск на полную мощность канализационно-насосной станции в микрорайоне Эковидное 2.0 произойдет до 20 сентября. Далее начнется демонтаж аэротенка. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.